Следующий вопрос. Говорит, если один из двух участников или оба участника поставили условие, то есть хияру шарт, сказали до ночи или сказали до завтра, то когда заканчивается время? Что значит до ночи и что значит до завтра? Вот когда вот такие вопросы встречаются и подобного рода вопросы, ответ всегда одинаковый. Во-первых, мы возвращаемся к обычаям людей. Что значит ночь, что значит начало ночи в обычаях людей? Что значит начало следующего дня в обычаях людей? Потом, если мы видим, что обычай людей относительно этого не установлен или установлен, но он не является единым, то есть кто-то считает так, а кто-то считает так и тому подобное, тогда в этих вопросах уже возвращается к чему? К арабскому языку. Усвоили или нет? Возвращается к арабскому языку и смотрится, что значит начало дня, что значит начало ночи. Этот вопрос или этот ответ является единым ответом во всех подобных вопросах. Когда шариат не устанавливает какую-то конкретную рамку, но вещь возвращается к обычаям, а потом уже, если нет такого обычая в этом народе, тогда возвращается к арабскому языку. Говорит Мазабиба Махмада, а также Ашафия, а также Хамбалитов и Шафиитов, заключается в том, что срок такой завершается тогда, когда начинается ночь. То есть, если человек говорит, я беру право подумать до ночи, сказали, значит, когда только ночь начинается, все его право отпадает. А когда ночь начинается? Заходом солнца. То есть, когда наступает Магриб, ночь начинается. Или сказали, тогда, когда только начинается следующий день. А следующий день начинается откуда? С рассвета. То есть, когда наступает Фаджир. Начинается рассвет, наступает следующий день. Говорит Ля Анна Иля Маудуга Интихал Гая. Потому что, говорит Иля, когда ты говоришь до такого-то времени, то говорят, что до указывает на что? Указывает на определенный срок, конец которого ограничен. И то, что после него, не входит в этот срок. То есть, если ты говоришь до ночи, отсюда понимается, что до самого начала ночи. И сама ночь с ее началом и серединой, тем более окончанием, не заходит в это твое понятие до. Ясно или нет? Говорит Уада Уль Асульфия. Сказали, это основа в арабском языке. Первое мнение в этом вопросе было таким. Второе мнение, это мнение Абу Ханифы, а также одно из мнений Уханбалитов. То, что сама ночь и сам следующий день тоже входят в понятие подумать. То есть, как понять? Если я говорю, дай мне время подумать до ночи. Здесь сказали, что ночь тоже входит вся. Если я сказал до ночи, то есть до Магриба еще плюс до Фаджира. Вся ночь тоже входит в то время, когда я думаю. Или, если ты сказал до завтра, имеется ввиду до Фаджира, еще завтрашний целый день. Еще завтрашний целый день. Я могу еще что сделать? Подумать. Так они сказали. Говорит Лянна Илла Тустам Аль Бимана Маа. Сказали, потому что в арабском языке предлог до используется в смысле вместе с чем-либо. Как, например, слова Всевышнего, Вымойте ваши руки до локтей. Сказали, локти входят в понятие вымыть или нет. Да, их тоже необходимо мыть. Значит, предлог до входит в него. Так же и то, до чего доходит граница. Ва каули, а так же, как слова Всевышнего. Ва ла та кулю амуаляхум и ла амуаликум. И не пожирайте их имущество, то есть имущество сирот, к вашему имуществу. Что значит к вашему имуществу? То есть вместе с вашим имуществом. Видишь? Ва л хияр сабит би якин фа ла юзаль бишак. Сказали, а хияр, если он установлен, то он должен длиться до того момента, когда ты убежден, что он прекращается. А здесь, говорит, раз есть такая возможность, что предлог до используется в смысле вместе с чем-либо, значит есть предположение, что хияр дальше продолжается. И мы не можем его отменить, кроме как с убежденностью, что хияр точно закончился. Когда, говорит, мы можем убедиться, что хияр точно закончился? Когда ночь вся закончилась, если ты сказал до ночи. Так они сказали. Это мнение второе в этом вопросе. Сказали некоторые из обладателей знаний. В этом вопросе необходимо возвращаться к обычаям людей. И это мнение, безусловно, верное в данном вопросе. Поэтому, если человек говорит до завтра, то, возможно, он имеет в виду до завтра, то есть пока не откроется рынок. Говорит, и ведь обычно рынок не открывается на фаджр. Говорит, но открывается тогда, когда взойдет солнце, и люди начнут выходить на рынок. И это мнение является верным. То есть, то, что в этих вопросах необходимо обращаться к обычаям людей. Поэтому, говорит, если, например, у торговцев есть такой обычай, что если они говорят до завтра, то они имеют в виду до того, как откроется рынок. То, говорит, длится этот срок до того, как откроется рынок. То есть, даже если это уже после рассвета. Например, принято в каких-то городах, что рынок открывается только в 8 утра. Или, допустим, в 7 утра. Хотя рассвет уже в 4 или в 5. Здесь, говорит, длится до 8 утра человек может думать. Потому что, когда они, два торговца на базаре договаривались, что до завтра, имеют в виду завтра, когда встретимся до этого времени. А когда они встречаются? Когда начинается рынок? Не имеется в виду до фаджра. Понятно или нет? То есть, если я хочу передумать, то я звоню тебе за 5 минут до фаджра и говорю, я передумал. Не, не пойдет, говорит. То есть, имеется в виду, я до завтра думаю, и когда встретимся, я тебе дам ответ. А когда мы встретимся? Когда начнет работать рынок? Ясно, что имеется в виду до завтра в этом случае. Говорит, А если же, говорит, обычаи в этом вопросе у людей не существует, Или обычаи есть, но он не работает с завидным постоянством. То есть, этот обычай, то он есть, то его нет. То он установленный, то он меняется. То есть, у людей нет конкретных каких-то рамок. Говорит, Тогда в этом случае мы возвращаемся к арабскому языку. А в арабском языке завтрашний день начинается с рассвета. А ночь начинается с заходом солнца. Поэтому, если мы представим, что есть такое обычай, что какие-то торговцы, допустим, собираются все время после Иша. И считают, что когда ты говоришь до ночи, имея в виду до того, как мы встретимся на этом Мажлисе ночью. Тогда мы что делаем? Ограничиваем это этим. То есть, как это понять? Как мы сказали, относительно начала работы рынка. То же самое. Двое договорится, говорит, хорошо, дай мне до ночи подумать. Я тебе ночью ответ дам. Что значит до ночи? И принято у них, что, допустим, в 9 часов утра они садятся и обсуждают сегодняшний день, например, и тому подобное. Вместе с тем, что Магриб уже наступил в 6 вечера. Так, может он до 9 подумать или нет? Может до 9 подумать. То есть, тот не может сказать, ты мне должен был за 5 минут до Магриба позвонить и дать свой отказ. Нет. То есть, я имел в виду, когда мы говорили до ночи, то есть, пока встретимся мы с тобой ночью, я тебе дам ответ. Говорит. И это правило, говорит, мы должны обязательно хорошо понять. То, что возврат относительно слов и также обычаев, которые есть у людей, возвращается к чему? К обычаям этих людей. То есть, если они что-то говорят или что-то делают, то в первую очередь необходимо смотреть на них через призму их обычаев. Потом уже, если нет обычая или обычая является неустановленным твердо, тогда возвращается к чему? К арабскому языку. Так, этот вопрос, иншалла, ясен. Далее.